У меня есть персонаж сейчас, которого я поймала, заманила, выдрала из него денег на свой курс. У меня есть персонаж в будущем, у меня есть образ, каким человек должен стать по результатам этого курса. И у меня есть клевые стикеры, которыми я буду из этого персонажа лепить что-нибудь новенькое. Берем любой ваш проект, который отдадите сейчас в Растерзание. Давайте про бабушку. Кто предложил, тот про бабушку. Итак, у нас есть бабушка, у которой недостаток общения, которая сидит больше дома. Мы из нее хотим сделать коммуникабельную влом-звезду, монетизирующую свой влом. Значит, вот у нас есть три изменения, к которому мы бабушку... А дальше мы как пользуемся стикерами. Каждый стикер – это некий вид деятельности, который нужно сделать, чтобы прийти к этому результату. Значит, сначала просто накидываем мозговым штурмом конкретные действия, что человек должен внутри уже курса научиться делать. У нас есть изменения, к которым мы людей тащим, и затем это изменение – это некий набор шагов. Один вариант устраиваем от простого к сложному. Второй вариант – от главного к второстепенному. Мы вам за первые два занятия дадим вот это. Вы можете бросить после двух занятий, но у вас уже будет блок, и у вас уже будет. Дальше – на вырост. То есть мы сначала делаем смысловые блоки, упорядочиваем их, не только по поводу простого и сложного. Мы рисуем сценарий, по какой дорожке она пойдет, какой маршрут она может выбрать. Что она может принимать решение, что она обязательно должна сделать, что не обязательно. Обязательно в каждой точке, какой результат, где мы это показали, какую обратную связь она получила, или он получил. И по максимуму разнообразие форматов. Для меня скорее вот такие выводы. Больше эмоций, ярче герои и более откровенный разговор с твоим читателем. Это как интересная книга, которую каждый раз перечитываешь, находишь что-то новое, интересное для себя. Надо перестать делать ленту новостей, надо начать удивлять, восхищать, вдохновлять и веселить свою аудиторию. Ну и себя заодно.